Видео создано при поддержке группы Игра Престолов. Валар Мургулис, друзья! Съёмки седьмого сезона Игры Престолов набирают обороты, и на данный момент в сети с различных источников можно найти довольно-таки много фото со съёмок, инсайдерских данных или же просто слухов, некоторые из которых ложные. И из данного ролика вы узнаете все актуальные новости, связанные с седьмым сезоном Игры Престолов. В видео присутствует множество спойлеров. Его дальнейший просмотр рекомендован только храбрецам, которые их не боятся. Кейси Блойс, программный президент HBO, рассказал в интервью о возможном спин-оффе. Сказал, что для них главное найти правильную историю с правильными сценаристами, так как Дэвиду и Дэну потребуется значительное количество времени, чтобы прийти в себя после 10 лет интенсивной работы над Игрой Престолов. Тем не менее, он всё же надеется на их участие, хоть и не в качестве сценаристов. В плане того, что адаптировать, есть кое-какие истории, которые интересны для HBO, но пока что нет никаких активных планов и сценаристов для этого. Напомню, что ранее шоураннеры Игры Престолов, Дэвид Бенниф и Дэн Вайс заявили, что после 8 сезона Игры Престолов отойдут от вселенной Мира Льда и Огня, и не будут работать над спин-оффом, который, как мы можем видеть по заявлениям представителей телеканала HBO, с большой вероятностью будет сразу после окончания 8 сезона. Благо, у Джорджа Мартина достаточно материала для съемки сериалов на ближайшие лет 10, а то и больше. В сети распространился слух о том, что в каст сериала на роли Рейгера Таргариена взяли Дэвина Оливера, вокалиста группы IC Stars. Он сделал пост в своем инстаграме с подписью, что он мог или не мог появиться в 7 сезоне Игры Престолов. После этой публикации по сети начал распространяться слух о том, что он может сыграть Рейгера. Все охотно верили в это, так как певец очень похож на книжного Рейгера. Но это оказалось всего лишь хитрым планом Дэвина Оливера поднять к себе внимание, воспользовавшись своим внешним сходством с Рейгером Таргариеном. Достоверные источники сообщают, что Дэвина не будет в 7 сезоне, и на роли Рейгера еще никого не брали, и неизвестно, будет ли вообще этот герой в 7 сезоне. На съемках северных сцен появилось два новых героя. 16-летняя рыжеволосая девушка и 10-летний мальчик. Некоторые из фанатов могут подумать, что данная девушка просто дублерша Сансы. Но внимательные зрители заметили, что в этой девушке есть меч, а Санса никогда до этого не носила оружие, значит это не она. Также можно предположить, что это Кэтилен Старк и Петир Бейлиш в детстве, и нам покажут очередной флэшбэк. Как мы знаем, они росли вместе. Но Кэтилен хоть и старше Мизинца, но не настолько. Да и одеты новые актеры в северном стиле. А Кэтилен и Петир росли в речных землях. То есть это никак не Бейлиш и Кэтилен Старк. Кто-то может заметить, что мальчик очень похож на Рамси, и с этим не поспоришь. Но зачем нам показывать молодого Рамси? И эту теорию отложим далеко на полочку. По книгам, к Джону на стену за помощью пришла девушка, Алис Карстарк, девушка из Дома Карстарков. Единственная дочь Рикарда Карстарка и наследница Дома Карстарков. Так как дядя ее отца задумал женить ее на своем сыне, и таким способом стать Лордом Кархалда. А как мы знаем из шестого сезона, Харрель Карстарк был на стороне Рамси и участвовал в битве бастардов. Его смерть нам не показали, но скорее всего он мертв. Таким образом, Дом Карстарков представляет Алис Карстарк, и скорее всего она поддержала Джона, так как снимается в общих с ним и его союзников сценах. Если девушка это Алис Карстарк, так кто же мальчик? Спросите вы. Я предполагаю, что мальчик из Дома Амберов. Маленький Джон Амбер, сын Большого Джона Амбера, перешел на сторону Рамси и был убит в битве бастардов. Но он был не единственным сыном Большого Джона. По книгам у него еще были дети, но по имени их не называли. Так вот, этот мальчик может оказаться Амбером, который присягнет Джону, и таким образом у него будет поддержка всего Севера. Также на съемках северных сцен был замечен Роберт Гловер, Мизинец, Джон Ройс, Давос, Бриенна и Подрик. Можно предположить, что в Винтерфелле будет какой-то большой совет, на котором будут решаться дальнейшие действия северян. Также хочу заметить, что Бриенна и Подрик удачно доберутся с Риверрана до Винтерфелла. Судя по фото со съемок, Лиана Мормонт все также остается возле Джона, но по сравнению с шестым сезоном она немного изменила свой гардероб. На съемках также был замечен Майстер Волкан, бывший Майстер Рамси. Скорее всего, Джон оставит его в живых, и он и далее будет служить Винтерфелле, так как по обетам мастеров они служат в определенном замке, вне зависимости того, как бы не менялись владельцы замка. В предыдущем видео я предполагал, что Арье отправится к Братству Безнамен, но это предположение оказалось неверным. Она отправится на север. Девочка вернется домой в Винтерфелл, что подтверждают фото, на которых она в одежде, которую носят представители Севера. В предыдущем сезоне очень похожий костюм носила Лиана Старк, а также похожая одежда и у Лианы Мармонт. То есть в седьмом сезоне мы снова увидим воссоединение Старков. И это все произойдет в первой-второй серии, так как фото сделаны в день, когда снимал Джереми Подесва, а он по официальным данным снимает как раз таки первую-вторую серию седьмого сезона. Также есть фото, в котором Айзек и Мэсси, играющие Брана и Арию, находятся в общей гримерке, из чего можно предположить, что произойдет большое воссоединение Старков. Но это не так. Мэсси в данный момент наносит грим, а Айзек снимает. По некоторым данным в тот день проходили съемки и прибытие Брана в Черный замок. Но сработала его метка на защиту стены или нет, неизвестно. Нам остается лишь ждать выхода с серий или новых слухов со съемочной площадки. Последние два сезона нас мало радовали новыми героями, но согласно данным агентств по подбору актеров, в седьмом сезоне появятся два новых героя. Актер Джозеф Куин сыграет героя по имени Коннор. В книгах нет героя с таким именем, поэтому определить какая у него роль невозможно. Но в отчете агентства напротив поля режиссер стоит слово «различные», значит он появится в нескольких эпизодах. Второго нового героя седьмого сезона «Игры престолов» сыграет ирландский актер Пол Уорд. Ранее он снимался в таких сериалах, как «Викинги» и «Страшные сказки». К сожалению, о том, как зовут его героя и кто он, ничего неизвестно. В этом году по версии «Голливуд Репорта» Джордж Мартин занял четвертое место в списке самых влиятельных писателей Голливуда. Третье место занял Джеймс Паттерсон, а второе и первое – Джоан Роулинг и Стивен Кинг соответственно. В своем влоге Джордж Мартин пошутил на тему своего влияния. «Смутно припоминаю, что пару лет назад я занимал седьмую строчку, так что с каждым днем я становлюсь все влиятельнее. Того и гляди, стану властелином мира». Мэйси Уильямс в новом интервью прокомментировал изменения с 10 серий на 7. «Этот сезон короче, у нас всего 7 эпизодов на этот раз, но мы снимаем насколько же долго, поэтому контента будет столько же». То есть из слов Мэйси можем предположить, что серии в седьмом сезоне будут длиннее, чем обычно, что конечно же не может не радовать. Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк, в этом сезоне будет носить парик. Она покрасилась в блондинку и, судя по фото, перекрашиваться обратно не хочет. «Инсайдеры» сообщают, что в Лас-Брэньес будет сниматься битва, которая начнется как внезапное нападение. Враг нападет на кареты с чем-то, заполученным в ближайшем замке. Съемки займут месяц, с участием 500 статистов из 70 лошадей. «Испанские инсайдеры» сообщают, что битва будет в основном на суше, и в ней будет участвовать по крайней мере один дракон. Снимать будут с 14 ноября по 15 декабря. На дороге будут съемки с каретой, где будут персонажи. Предполагается, что в ней будет Олина Тирел. Небольшие съемки будут проводиться в Бороэко де Ариба. Возможно, поединок или что-то не слишком масштабное. В Лос-Бороэкос будет сниматься сцена, где основной персонаж упадет в воду и должен быть спасен. Можно предположить, что раз в битве будет участвовать дракон, то этот персонаж Дайнерис, и она упадет с дракона в воду. Также сообщается, что в этой батальной сцене будет участвовать по крайней мере один Ланнистер. Еще говорится, что будет конфликт между Тирианом и Джейме, но это не подтверждено на 100%. Но уже известно об участии Джерома Флина, исполняющего роль Брона, в испанских съемках. А так как есть Брон, значит и Джейме тоже будет присутствовать. Помимо этого, есть информация о съемках во дворе замка Трухиллю. Съемки будут длиться 3 дня в середине ноября, и в них будут участвовать 100 статистов, в том числе и женщины. Предполагается, что они будут играть рабов. Появились первые фото строки декорации Виталики. Предполагается, что это будет драконьей ямой, так как очень похоже. Туда завезли искусственные черные камни, видимо обгорелые. Также сообщается, что сама драконья яма будет в одном из последних эпизодов. Ранее сообщалось, что Дэнни посетит драконью яму, а в этой локации будут снимать некий экшен. Стоит отдельно отметить следующие фотографии. Мы видим корабль, который на данный момент имеет гербы Грейджоев. Скорее всего, это еще со съемок морского сражения между Эуроном и его племянниками, о котором я говорил в предыдущем новостном ролике. По слухам, в результате этого сражения, кто-то из песчаных змеек будет убит, а Яра попадет в плен к Эурону. Помимо этого, мы видим какие-то обгорелые ворота. А на данном фото, мы видим очень интересно обустроенный куда-то вход. Некоторые источники сообщают, что в Виталике, где предположительно будут снимать драконья логова, будут сниматься, по крайней мере, пять основных актеров. Если это и правда драконья логова, то актеры Эмилия Кларк и четыре других. И два из них, это Гвендолин Кристи и Лиам Конингем, исполняющая роли Бриенны Тарт и Давоса Сиварта. Похоже на то, что в седьмом сезоне между Льдом и Огнем намечается союз. Но, по крайней мере, Джон отправит к ней на переговоры своих доверенных людей. Ранее сообщалось, что драконья логова будет в одном из последних эпизодов седьмого сезона. Значит, сцену встречи Дейнари с Бриеной и Давосом придется ожидать в конце сезона. По слухам, в седьмом сезоне нас ожидает еще одно воссоединение. Будет встреча Джона и Теона, но не на севере, так как Джон отправится на юг. Если подытожить всю известную на данный момент информацию, то у меня в голове складывается такая картинка. Бран пересечет стену и окажется в Черном Замке. Джон объединит Север и будет пытаться заключить мир с прибывшей в Астерос Дейнерис. Также он покинет Винтерфелл и отправится на юг. Можно предположить, что его целью является Драконий Камень, так как там есть залежи драконьего стекла, оружием из которого можно убивать белых ходоков. По пути он встретит Теона, который покинет Дейнерис после того, как его сестра Яра попадет в плен к Эурону. Нас также ждет очередное воссоединение Старков. Ария вернется в Винтерфелл. Эурон и Серсея объединятся в борьбе против Дейнерис. И возможно, им даже как-то удастся выиграть битву, в которой Яра попадет в плен, а одна из песчаных змеек будет убита. Такой исход событий возможен только если Дейнерис разделит свой флот. Или же Эурон воспользуется Валерийским рогом, с помощью которого можно контролировать драконов. Но скорее всего, она разделила свое войско и с основной его частью высадилась на сушу. Далее произойдет еще одна битва, но уже на суше. И так как в конце концов Дейнерис окажется в драконьем логове, то эту битву ее войска выиграют. Также должен быть момент, в котором она падает с дракона в воду. Будет встреча Тириана и Джейме. Они будут спорить друг с другом. И в конце Дейнерис встретится с Бриеной и Давосом, где узнает о надвигающейся угрозе Белых Ходоков и присоединится к борьбе против них. На данный момент это вся известная информация о седьмом сезоне Игры Престолов. Делитесь своими мыслями по поводу предстоящих событий в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх. Каждый палец вверх ненадолго отстраивает наступление зимы. А как мы знаем, зима близко. Также, если еще не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Спасибо за просмотр. Всем пока.